Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Нинзазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влог семьи Бровченко. И прежде чем я переступлю к обзору, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, с тем, чтобы вы были в курсе моих новых обзоров. Ну а я, может быть, когда-нибудь оползу до одной тысячи подписчиков. Чем дальше, тем меньше в это верю, но тем не менее, очень хочется на это надеяться. Ну что, к Бровченко приехало телевидение, вести Иркутска. Говорят, вот, мол, можете говорить час, два, три, сколько вам влезет. А вот всего 20 секунд мы возьмем из вашей речи. Таня говорит, как? Всего 20 секунд, представляете? Никто Таню не будет слушать два часа. Как такое вообще возможно? Таня, можно сказать, в шоке была, конечно, да. Спросила их репортера, почему они переехали сюда, что их не устраивало. Там, ну, Таня говорит, что они приехали в опрограмм переселения еще в 2014 году. И тут у них, мол, больше возможностей. Опять же, мне напоминают очень колесиков, какие тут возможности. Точнее, может быть, они тут и есть, я не спорю. Но вы ими не пользуетесь абсолютно, ваши дети на семейном образовании. Даже в школу они тут не ходят, как минимум. Правда ведь? Вы живете в селе, вы живете, ну, на отшибе практически. Для вас в Комутово съездить, это прям целая экспедиция. Какие тут возможности, я не знаю. Далеко от магазина. В магазин тоже не ходите, а ездите, потому что далеко. В общем, если бы не было машины, я так думаю, что жизнь у вас была бы совсем другая. И вы не говорили бы, что здесь у вас больше возможностей. Таня говорит, много земли. Думаю, вот так, огородник великий Таня, ей земля нужна. Помнится, мне они продали участок земли с тем, чтобы там двух зайцев убить. Во-первых, там ее никак не обрабатывать. Во-вторых, это все-таки деньги. Но об этом, конечно, умолчала Таня. Не сказала о том, что они продали землю. Просто много возможностей у нее здесь появилось. Пересел Боря в другую сторону. Его тоже хотели снять. И сел он напротив окна. Таня что говорит? Она как спец в операторском искусстве. Говорит, ой, много засвеченного, да? Окна, говорит, светят у нас. Думаю, вот так, окна светят. Потом Таня вообще выдает, говорит, фонят. Думаю, боже, где же вы живете? Мало того, что там у вас отшил, так там еще и такая радиоактивная обстановка, что у вас окна понят. Ужас просто. Скорее всего, Таня просто не понимает, что она говорит. Вот есть бы болтать. Я говорю, вот эти два-три часа, которые для болтов не дал ей репортер, просто сказку для нее были. Аню и Борю сняли, как они сидели друг напротив друга на кроватях и играли на гитарах. Сняли то, как Таня, очень заботливая мама, помогает ребенку делать уроки. Прямо рядом с ним сидит. Молодец какая. Ну, надо же показать на камеру. Я же говорю, главное красиво поклониться. Хотели даже снять, как Таня готовит. Думаю, боже. Но Таня говорит, ну что такое? Я же ничего особенного не готовлю. Ну, картошку в мундирах. Ну что, будете снимать, как я мою эту картошку? В общем, не сняли. И нам это все Таня рассказывает и чистит селедку. Говорит, ну сейчас на селедке надо, я думаю, на шесть детей и двоих взрослых. Ну, минимум две. Минимум две селедки, так, чтобы каждый хотя бы попробовал более-менее. Но нет, насколько я поняла, всего одна селедка будет. И картошка в мундирах тоже ее не так много, чтобы прям все поели вдоволь. А где мясо? Задаюсь вопросом. Таня, где мясо? Мясо по-прежнему мы не наблюдаем. Непонятно, где оно. Наверное, так как у Колесниковых где-нибудь в другом морозильнике, в другом холодильнике отдельном, который предназначен для опеки. По крайней мере, это мое мнение, я считаю именно так. Вы считаете иначе? Напишите мне в этом комментариях. Куда бровчинка девают мясо? Говорят, что к ней много раз уже приезжали журналисты. И даже уже сюда приезжали, в Горохово. И христианин осуществляет миссию моральной поддержки. И консультативную помощь оказывает христианин. Так как бровчинка христианин, они вот такую вот поддержку и оказывают. Ну, а дальше они едут к аллергологу. И Таня говорит, сама суть. Очень рано выезжаем к аллергологу. И на УЗИ. Для того, чтобы успеть, надо выехать рано. Ну, это где-то часов пять они проснулись. И где-то к половине шестого они выезжают. Это прям очень и очень рано для бровчинка. В общем, короче говоря, поехали они, поехали. Наконец-то собрались. Приехали они в центр города. Половина седьмого. А они уже в центре города. Таня просто в шоке. Говорит Таня, что тянучек и пробок нет. Что такое тянучки, я не понимаю. Пробки, понятное дело. Затор, понятное дело. А тянучка, может быть, они словом тянучка заменили слово затор? Возможно. Не знаю. Но Боря говорит, что всё это они благополучно проскочили. Все эти тянучки. И у них есть время даже, чтобы подождать это прямое открытие поликлиники даже, а не приёма врача. И решили, что лучше раньше приехать, чем позже. Взяли с собой Сашу, потому как Сашу надо отвезти. Точнее, записать на приём к стоматологу. И, соответственно, Максиму. Потому как Максиму надо УЗИ пройти. И к аллергологу ему надо. Вы знаете, сидит Максим вместе с Сашей. И Саша развлекает Максима в машине. Таня, когда-никогда обернётся, скорее всего, чаще всего она не оборачивается к ним. То есть, опять же, Максим на плечах старших братьев и сестры. Таня как-то вот очень и очень ровно к этому всему относится. Боря пытается Сашу к стоматологу записать онлайн. Вот просто интересно. А вот он говорит, несколько дней записывал, а не получалось. На 15 секунд есть какая-то вилка, где можно ещё вклиниться и записать ребёнка. Если ты раньше это не смог сделать, почему ты решил, что ты сейчас это сделаешь? Говорит, только открывается запись, 15 секунд проходит, и всё, запись уже закрыта. То есть, там уже кто-то другой записался. Я не понимаю, если ты сидишь и вылавливаешь это время, ещё один момент, вот мне непонятен. Почему ты не можешь первым ткнуть на эту кнопочку? Всё очень странно. И, в общем, Саша только зря проездил, его так и не удалось никуда записать, так он и не был у стоматолога. А Таня, как вы знаете, очень любит проходить всякие курсы. И вот она даже в машине смотрит Сатью Дас. Прямо на восхищении. Прямо на... Говорит, вот сейчас и английским позанималась. Ну да, английский, как образ жизни, я помню. А потом вот Сатью Дас она слушает. Далее на руки Максима немного подержать. Она подержала, подержала две минуты, и снова его Саше отдала. Думаю, обалдеть, мама. Прекрасная мама. Потом Таня всё-таки поднялась и пошла Максима на приём записывать. И пришла, говорит, вроде записала. Но, говорит, раньше всех надо, конечно, про Таню подумать. Прежде всего надо думать о Тане. И говорит, всё, мы сейчас поедем сдавать анализы. В инвитро. Не просто так. Там, насколько я знаю, очень дорогие анализы. Ну, может быть, я ошибаюсь. Поправьте меня, кто в курсе. Насколько я наслышана, инвитро очень дорогая клиника. Но, тем не менее, Таня именно в инвитро сдаёт анализы. Естественно, платно. А потом говорит к аллергологу с Максимом, надо успеть. И что вы думаете? Конечно, Таня сдала анализы. И к аллергологу с Максимом она так и не успела. Да. В принципе, я другого не ожидала. В принципе, я так и думала, что, скорее всего, Таня будет больше всего заботиться только о себе любимой. Ну, а дальше Максима записали на УЗИ. Хотя бы тут успели. И, как вы думаете, кто пошёл с Максимом на УЗИ? Конечно, Боря. А что, Таня разве имеет премия? Нет, конечно. Разве Таня мама? Нет, конечно. Боря. Только Боря с Максимом таскается везде. В общем, хотят они сегодня попасть ещё ко всем врачам. Но у них не получилось это по времени. И Таня слегка даже, как мне показалось, расстроена. И даёт указания Саше, чтобы он поухаживал за Максимом. Говорит, что как-то надо играться, чтобы он не капризничал. В общем, короче говоря, Таня молодец. Всем раздаёт задания. Всем делегирует свои полномочия. Сама сидит и наблюдает за процессом. И вы знаете, я обратила внимание на то, что Боря не пристёгнут. Насчёт Тани не знаю. Таня снимает. Ну, в принципе, почему я говорю, что Таня ничего не делает? Таня вон снимает, да, у неё основная работа. А Боря вот ездит и не пристёгнут. Я не знаю, есть ли там детские кресла. И как вообще дети передвигаются. Есть ли детское кресло у Максима? Ну, Саша, наверное, уже постарше. Саша, наверное, не обязательно. Хотя я и Сашу тоже в детское кресло посадила бы. Все дети Бровченко, и они все какие-то, не знаю, маленькие, какие-то худенькие. Они совсем не такие, как их ровесники. И поэтому я думаю, что как раз детское кресло пришлось бы Саше тоже в пору. Таня не пристёгнута, как я уже говорила, да. И рассказывает нам о том, что есть такая форма справки, как 057Q. Точнее, не форма справки, а форма направления на сдачу анализа. Таня говорит, что каждый гражданин РФ, который платит налоги, каждый налогоплательщик имеет право на бесплатное лечение в платной клинике. В том случае, если в бесплатной поликлинике нет соответствующих каких-то аппаратов. Аллергопроб нет бесплатных. И Таня теперь думает по этой форме 057У как-то попасть так, чтобы аллергопробы ей сделали платные, но бесплатно. Вот мне просто интересно. Они хотят воспользоваться этим правом, да, по страховке. Но врачи впервые о такой форме слышат. Просто интересно. Или врачи не хотят им ничего говорить, тоже, знаете, возможно. Возможно, на самом деле впервые об этом слышат, и Таня непонятно, где эту информацию раскопала. Потом она говорит, ну вот, мне сейчас скажут, что мы разно рожали детей, должны их сами обеспечивать. Конечно. Но Таня думает, что нет, есть льготы. А тут участок земли, который вы продали. Подумайте про это. Какое право вы имели отобрать у детей землю? Отобрать у детей возможность есть что-то более-менее натуральное? Тут вы не подумали про права детей. Вы думали только про то, как набить свой карман. А вот сейчас вы вспомнили о том, что вам государство еще что-то должно. Уникально. Говорит, есть льготы, ими надо пользоваться. И все хотят получить бесплатно. А почему, говорят, для того, чтобы на сэкономленные деньги детям купить одежду или фрукты? Это когда я услышала чуть не половом, я говорю, ну как так, какие фрукты? Когда вы в последний раз детям фрукты покупали? И тут Боря, как будто услышав мои возмущения, отправился в магазин и купил, да, фрукты купил, бананы и апельсины деткам. Но опять же, очень мало бананов, очень мало апельсинов. Хочу сказать про себя, к примеру, да, и про своего супруга. Мы берем столько же бананов и апельсинов на нас двоих. Вы представляете себе, да? А у них шестеро детей, плюс их двое взрослых. Ну, конечно, я думаю, что они не будут, как Колесниковы, тоже претендовать на эти апельсины и на эти бананы. Но для шестерых это крайне мало фруктов, очень мало. Да там всего мало, что он обрал Боря. Он взял всего столько, там какие-то были у него рис, что ли он взял, какие-то крупы, что ли. В общем, они только покрыли дно тележки. И это вот на шестерых человек. Я не знаю, как так можно вообще бездумно ходить по магазинам и думать о том, что всё-таки дети должны расти. У детей должны быть какие-то, не знаю, витамины какие-то должны поступать в их организм. И мясо должно тоже поступать. Мясо – это белок, витамины – это витамины, правильно, фрукты должны быть. Но нет, Бровченко об этом не думают. Если её купили, то вот, пожалуйста, чтобы не говорили, что этого нет. Значит, вернулся Боря в машину, Таня хочет спать, она прям вся такая сонная-сонная. И, вы знаете, меня это немножко так дома взвесило. Думаю, ну как так, у тебя ребёнок сзади. Ты подумала про ребёнка. У тебя один маленький, второй постарше. Ладно, постарше как-то сам себя организует, сон и прочее. А Максим, он тоже, наверное, должен как-то, не знаю, иметь какое-то, не знаю, внимание со стороны мамы. Заботу какую-то со стороны родителей. Этого нет. Вот Таня как сидела на переднем сидении этой буханки, так она и продолжает сидеть. А Максим там сзади как-нибудь с Сашей разберутся. Ей всё равно. В общем, Боря пришёл, говорит, вот у меня нет сил фотоаппарат в руках держать. Думаю, что же вы за родители такие? Вы четвёрых детей дома оставили, двоих с собой взяли. И у вас нет сил, вы сейчас собираетесь приехать домой и спать завалиться, как это сказал Боря. Говорит, я сейчас руль отпущу и лягу спать. Обалдеть! А кормить детей, кто будет? Вы на самом деле их родили в таком количестве, что вы просто не имеете права днём расслабиться и как-то лечь спать. Вы не имеете права тратить время на себя, по крайней мере, пока дети маленькие. Но нет, вас это не останавливает. Вы хотите жить в своё удовольствие, вы продолжаете жить в своё удовольствие. Ещё и государство потребуется. Как выяснилось, Боря мылом дегтярным моется. Как это выяснилось, он пошёл забирать шампунь из пастомата и говорит, вот тут целая коробка шампуня для девочек, для мальчиков. Говорит, но он никак не для меня. Я моюсь дегтярным мылом. Думаю, обалдеть! В 21 веке. Вот. И потом он зашёл в аптеку. Естественно, так как Таня прошла врача своего, целую кучу лекарств купил для Тани. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Купил лекарство на 5 тысяч на целый полный курс Тани. Правильно. А дети как дети. Дети перебьются. Дети, он там по одному банану и по одному апельсинову, если достанется, уже будет хорошо. Главное Таня. Таня, Таня, Таня. Вы знаете, с ревматизмом живут как-то люди. И ничего страшного в этом прям такого критичного нет. Но Таня считает, что ревматизм это всё. Это прям надо лечить, лечить, лечить. А за детьми смотреть кто-нибудь другой когда-нибудь будет. Вот старший за младшими присмотрят, а Таня будет жить в своём удовольствии. И лечить только себя любимого. И думать, как и откуда какую-нибудь выгоду иметь. Ну, а дальше приехали они в ещё один, это, понимаю, интернет-магазин. Точнее, пункт выдачи покупок из интернет-магазина. И взяли пылесос. Не знаю, это им на обзор прислали или они купили. Но, скорее всего, на обзор пылесос взяли. И, кстати говоря, когда Боря был в магазине, он взял ещё и коробки. То есть, надежду переехать они не оставляют. Ну, и, конечно, заехали в Хомутово и взяли 60 яиц. Опять повторюсь, я не понимаю, для чего такое такое дикое количество яиц. Просто не понимаю. Утиные, когда вот они брали, Боря сказал, это Таня выпечку. Интересно, что прям такое масштабное и грандиозное Таня выпекает? Торт или тот пирог зебра? Я не думаю, что там прям надо было ту бешеное количество утяных яиц в тот пирог. Тут, не знаю, вроде как куриные яйца они купили. Для чего им эти яйца в таком количестве? Непонятно.